Доброе утро! Это новый влог. Хотя хочется сказать, какое утро, потому что время пол первого. Ну да, я сегодня дала себе выспаться, могу себе позволить, как говорится. Несмотря на всё это, на самом деле, у меня сегодня очень продуктивный день должен быть. Правда, дома. У меня сейчас конец семестра. Осталось всего парочку учебных дней. Конечно, у меня там в конце декабря ещё сессия, все дела, но это всё не важно. Это был такой тяжёлый семестр, что я просто хочу отдохнуть. В общем, предлагаю идти готовить завтрак. Я сейчас включу себе сериал и буду готовить. На самом деле, хочу рассказать вам про свою зависимость. Моя зависимость — это турецкие сериалы. Где-то три года назад я посмотрела первый свой турецкий сериал. Это, конечно же, был «Постучись в мою дверь». Тогда он произвёл на меня просто обалдеть, какие большие впечатления. И потом я забросила вообще турецкие сериалы. Ничего не могла больше смотреть. В этом году я решила посмотреть «Зимородок». И меня так затянуло. Конечно, сейчас второй сезон уже очень сильно упал в рейтингах. И там уже не знают, что придумать. Но, тем не менее, я всё равно смотрю. И моя мама называет меня маньячкой. Ну, что поделать? Ну, вот умеют турки сделать красиво так, чтобы впечатляло. Помимо этого, я ещё параллельно смотрю совершенно другой с Хан Де Эрчил. До этого я параллельно с этими двумя сериалами ещё смотрела «Жестокий Стамбул», но его я досмотрела. Тоже очень прикольный. Ещё я начала смотреть «Три Куруши», но пока остановилась. В общем... Знаете, я та самая, которая листает Рилсы, а у неё там один Стамбул. Я очень хочу теперь Стамбул, честное слово. Правда, это зависимость. Я не знаю, как с этим бороться. Я вам вчера толком ничего не сняла, но у меня был просто такой супер домашний день. Я убралась, постирала одежду и сделала какие-то дела по учёбе оставшиеся. Вчера, кстати, монтировала рекламный ролик. Я учусь в университетном направлении рекламы, и мы уже третий год разрабатываем приложение. У каждого своя тема. Вот у нас эта проектная деятельность подходит к концу. По-моему, в следующем семестре будет последний этап этого проекта. Я очень не выспалась. Сейчас я буду собираться на завтрак со своим мастер-майндом. Немного позже расскажу, что за мастер-майнд, потому что сейчас уже опаздываю. Итак, Look of the Day. У нас джинсы из Stradivarius, когда он ещё не закрылся. Топик с Asos, когда тоже ещё можно было заказывать Asos в Россию. А вот эта кофта из Litchie. На самом деле, Litchie очень клёвый сейчас поднялись. Мне очень нравится, как у них сделаны все магазины. Максимальная эстетика вообще просто. Это, в общем, кофта от костюма. В этом костюме топик, кофта и штаны. Он очень прикольный. Но сейчас я отдельно надела только кофту. На самом деле, у меня настроение просто так вот... Что-нибудь уютное надеть, и всё. Ну, собственно, нам пора выдвигаться. На улице просто невероятный снег. Вот ничего не было. И за пару дней завалило просто всю Москву. Наша попытка сходить в Клоу на завтрак не уменьшалась. Упехала, мы идём в Арому, в которой я была, в предыдущем блоге рассказывала. Бронируйте с отуалитки, друзья. Я обещала вам рассказать, что за мастер-майнд. Почти полтора года назад я проходила небольшой курс у Даши Ритмо, и там я познакомилась с девочками, и мы решили создать такое женское комьюнити. Причём это не просто какое-то обычное женское комьюнити. У нас есть определённая концепция нашего общения. Каждый месяц мы прописываем определённые цели на месяц. Также мы планируем недели и каждый день. И присылаем в наш общий чатик, собственно, отчёты. Ещё у нас есть рейтинговая система, если можно так назвать. То есть у нас есть таблички, в которые мы прописываем баллы за каждую неделю, потом суммируем за месяц. И тот, у кого больше всего баллов за месяц, составляет виш-лист на ВБ, и мы заказываем подарочки. Я прям, знаете, вот супер прокачалась в коммуникации за этот год, потому что раньше я была такая закрытая, у меня был определённый круг общения, и всё. Когда я переехала в Москву, этот круг общения очень сильно расширился, чему я просто безумно рада. Всегда очень классно впускать в свою жизнь новых людей. Я прям это очень люблю. Посмотрите, какую красоту мне вчера сделали. Мне кажется, что это тот самый уровень взросления, когда тебе перестают нравиться длинные ногти, яркие цвета, всякие дизайны. И хочется просто чего-то супер натурального, быстрого, потому что не хочется тратить много времени на маникюр. В общем, вот это просто идеальный вариант. Я вчера получила новую шторку для душа и просто как бы её оставила здесь. Коротко о моей лене, но давайте её сейчас повесим. Я хочу убрать свою старую. Вот так она выглядит. Она уже здесь изначально была в квартире. Сейчас я хочу её убрать и повесить свою. В общем, у меня желание потихонечку преобразить эту квартиру. Я хочу ещё поменять ковры на кухне, новую скатерть и подушки на стуле. Короче, я потихонечку буду всё это делать. Пока поменяем с вами шторку. Знаете, мне очень нравится, будто бы в ванной сразу стало как-то светлее. Мне кажется, очень прекрасно. Ну всё, потихоньку я буду преобразовывать эту квартиру во что-то более уютное и олицетворяющее меня. Я сейчас собралась, чтобы поехать в университет, и сегодня у меня последний учебный день в этом семестре. Если честно, мне даже не верится, что я это говорю, потому что эти три месяца настолько меня вымытыли. Было прям очень тяжело. Но вчера на меня напали мысли того, что я буду делать дальше, потому что сейчас у меня будет два месяца отдыха. Из-за того, что вся сессия у меня плюс-минус закрыта досрочно, и мне нужно будет сдать пару зачётов и, возможно, экзамены какие-то. Но сам факт того, что два месяца свободы. Когда у нас есть университет, то за тебя составляют твоё базовое расписание, и тебе не нужно думать, что делать. Можешь просто помимо университета вклинивать какие-то мероприятия, встречи и так далее. Но ты, в принципе, каждую неделю занят определёнными делами. А сейчас моя жизнь будет полностью принадлежать мне, и я даже, если честно, не знаю, чем заняться. Мне бы очень хотелось куда-нибудь улететь, уехать, но пока это невозможно. У меня сейчас завершается один проект, до середины декабря он завершится. Взять новый до нового года у меня вряд ли получится. И в целом декабрь и январь — это такие мёртвые месяцы, когда все отдыхают. Поэтому работа начнётся, скорее всего, только с февраля. Соответственно, мне нужно придумать, чем себя вообще занять. В общем, сейчас я собираюсь и еду на последнюю пару в этом семестре. И потом у нас будет ужин с подружкой у меня дома. Всё, наша учёба издана. Всем пока. Неожиданно и приятно, что учёба закончилась. We are freedom. Это я постоянно рискала просто.